Очень сложный вопрос. Благотворительность. Тут есть такая боготворительность, но не знаю, в какой-то момент я думал, что все-таки мизантроп лучше, чем, да? Благотворительность – это очень тонкая история, потому что очень сложно найти грань между, почему я помогаю этому, не помогая этому, почему, не знаю, этой старушке я там дал 20 рублей или 200 рублей, а почему, вот не знаю, вот там сидит за углом другой человек, почему я прошел мимо или потому, что прошел дождь. Это очень сложная история. Благотворительность. Это, я не знаю, есть, для меня кажется, что вполне приемлемый момент адресной помощи, но благотворительность – это же не пиар. Благотворительность – это же не тот момент, когда я участвую в какое-то движение. Благотворительность – это не какой-то момент, когда я могу сказать там соседям или друзьям. Или благотворительность – это не момент, когда ты имеешь некоторые свои комплексы, и ты пытаешься реализовать их, или попытаться простить себя, или, грубо говоря, откупиться от своих предыдущих грехов. Почему очень многие люди, которые раньше очень много всего сделали, может быть, нелицеприятного, они строили церкви, помогали, и каялись, и так далее. Благотворительность для меня – загадка. Поэтому, как мизантроп, мне кажется, более честный такой подход. Но, тем не менее, это огромная ниша для того, чтобы действительно… Я считаю, что можно, нужно и как-то можно правильно, но как найти в себе золотую середину, чтобы это не граничиво с пиаром, с каким-то своим прощением. И в то же время, как найти в себе именно вот то, какое-то очень легкое, какой-то очень плавное, очень какой-то негорестный момент помощи. Но я считаю, что все-таки, наверное, адресное, личное присутствие, какая-то личная помощь – но это все, я считаю, что достаточно очень сложно и, может быть, даже немножко разрушительно. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Но то, что это огромная лазейка для очень многих фондов, для еще и так далее, в том числе и отмывание денег, я вполне себе готов поверить. Поэтому, может быть, у меня иногда как-то так посматриваю и думаю, что вот какому-то человеку нужно на операцию. Но я вдруг смотрю, там много-много телефонов общественной приемной. Когда нужно, допустим, человеку помочь, детенышу помочь на операцию печени, я понимаю, что нужно позвонить в фирму, а фирма переведет на человека, человек переведет на человека, и я не знаю, дойдут ли вообще эти деньги до печеночки для маленького мальчика или девочки. Это просто такая темная история, которая… Я не могу, я не компетентен в этом вопросе. Но все равно нужно в себе находить какой-то, не момент прощения, не момент превосходства, а какой-то просто… какой-то очень спокойный, очень… очень какой-то добрый, но адресная помощь. Лучше самому приехать, лучше помочь какому-то ребенку, посидеть с ним, поболтать просто. Просто, да, просто, да, вот, ну, не знаю, игрушку, конфетку, фиг его знает. Ваше личное присутствие, просто ваш разговор хотя бы там 3-5 минут, просто посмотреть в глаза просто и сказать, ну да, что-то какое-то теплое слово. Мне кажется, это лучше, нежели переводить какие-то деньги через офшорные какие-то компании, не знаю кого, тетки, у которых там бриллианты, но они потом выделяют 3 рубля на лечение ребенка. Это все достаточно сложновато. Есть не очень много фондов, которым я очень доверяю, все остальное достаточно сложно. И самое страшное, когда люди зарабатывают в интернете, выставляют какие-то фотографии, ты начинаешь верить и получается, что человек просто хочет себе заработать и купить машину. Есть такое?